Рома, ты знаешь, какой завтра день? Завтра 15-е. А еще это твой день. И мой день. Правильно, потому что это день защиты прав потребителей. Всемирный, кстати говоря. И с какими результатами мы подошли к очередному рубежу, сегодня узнаем у директора Екатеринбургского центра защиты потребителей Енины Голубевой. Доброе утро, Енина Владимировна. Доброе утро. Уже завтра такой праздник. Как планируете отмечать? А, ну на самом деле это не праздник в прямом обычном понимании слова, да, когда шары, шампанское, радость. Это тот день, когда он посвящен такому глобальному просвещению всех потребителей. Это день, когда все, кто так или иначе этим занимается, надзорные органы, общественные организации, все-все-все-все рассказывают о правах. А поскольку мы этим занимаемся профессионально, то мы это делаем две недели. Неделя до и неделя после. Поэтому голос немножко уже подсел. Много прочитали мы лекции, провели круглых столов, различных встреч с пожилыми, с детьми, с инвалидами. Вот, средства массовой информации, вы наши вообще лучшие друзья в деле информирования потребителей. Поэтому это вот такой себе праздник для нас, да. Это наоборот тройная четверная работа. Но все равно это здорово, что такой день есть. А по статистике, вот небольшой проведем такой срез. Сколько было, может быть, вам известно, сколько было вообще обращений в этом году? Представляете, известно. Как директор учреждения. Профиксируете, да? Да, да, специально посмотрела, да. Вот на вчера мы приняли почти 700 человек. С какого? С 11 января. Это в этом году. Это очень немало. С учетом того, что в этом году, в январе, в феврале, были обращения такие, знаете, очень тяжелые, сложные, да, связанные с отказом от договоров исполнителями и продавцами, от таких очень дорогих договоров. То есть год начался вот так вот, когда к нам массово стали приходить люди и говорят, а нам отказали, а нам вернули деньги, а мы хотим товар. Да, в прошлом году мы приняли примерно 4700 человек, это тоже очень немало, потребителей, вот так мы говорим, потребители муниципальных работ. Учитывая, что это все бесплатно, учитывая, что иногда вот эта вот одна единица, да, которую я сейчас сказала, 700, но вот за одной единицей может стоять 100 человек, потому что мы выходим в группу потребителей и каждому рассказываем о том, как мне попасть в какую-то неприятную историю. Поэтому работу ведем колоссальную. В общем, поздравляйте. Да, хвалите, как говорится. На что чаще всего жалуются? На что? Какие-то первые поводы нарушения проекта? Да, ну смотрите, вот какой услугой мы чаще всего пользуемся? Вернее, почти всегда пользуемся. Проездом? Нет. Покупка чего-либо. Жилищно-гоммунальные услуги, да, поэтому жалоб на них. Ну да, это не так интересно, это очень скучно на самом деле. Это очень зарегламентировано и очень сложно зарегламентировано. Это, конечно, услуги ЖКХ, это понятно. На втором месте это, естественно, торговля. Это о торговле, потому что покупаем, правильно вы говорите, мы каждый день что-нибудь. Самый претензионный товар – это бытовая техника, это тоже понятно. Самый приятный, да. Да, продукты питания тоже, конечно, жалобы есть, но к нам приходят реже, скорее всего, это, знаете, такая специфика уже Роспотребнадзора. Уже там люди чаще всего просят наказать. Мебель – один из самых претензионных товаров последние, наверное, 3-4 года. Как только ушел с рынка у нас известный очень продавец мебели, у нас, к сожалению, пошел рост обращения потребителей. Что, что и одежда, обувь, ну, безусловно, конечно, но здесь, скорее всего, не подошло, не понравилось, как бы это сделать, как бы поменять. Ну, обувь – это, конечно, вот брак, недостаток. А по услугам. ЖКХ назвала финансовые услуги очень сложная такая претензионная сфера, очень тяжелая в разрешении. Это претензии к банкам, страховым компаниям. И у нас в топе на сегодня это бытовые услуги по типу муж на час, там сантехник, кто собирает мебель, ремонт бытовой техники. Тут просто катастрофа беда, тут очень много обманов, очень много таких поведений исполнителей услуг, которые можно назвать даже шантажом иногда. Пока ты не заплатишь мне 30 тысяч, я не уйду из твоей квартиры. Хотя договаривались на три. Вот такие истории на сегодня у нас в топе. Мы часто говорим о защите прав потребителей, но наверняка есть и обязанности. Конечно. Вообще, главная обязанность – это добросовестно пользоваться своими правами. Нравится вам? Вау, как, так. Замечательная формулировка. Так завернулись. Да, 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 это так, на самом деле так. Ну, кроме того, оплатить, добросовестно принять. Ну, и это, конечно, не обязанность, но это такое правило поведения – быть доброжелательным. Уметь договариваться и все-таки, да, уметь идти навстречу тем предложениям, которые иногда, не иногда, очень часто поступают от той стороны в случае наличия сбора. К сожалению, универсального совета для потребителей не существует. Но что бы вы пожелали в преддверии праздника всем гражданам? Слушайте, хорошей погоды, так хочется уже весны, если серьезно. Вот. Пожелать, конечно, чтобы покупки приносили удовольствие, счастье и радость, безусловно. Чтобы как можно реже к нам приходилось обращаться. А если обращаться, то знаете так, я хочу купить квартиру, помогите мне правильно оформить договор. Я наметил купить, ну, например, автомобиль, куда мне обратиться и как правильно себя вести, вот чтобы таких обращений у нас было больше. Когда человек до заключения договора, пусть это будет не квартира и не машина, пусть это будет диван условно, да, чтобы задавали нам эти вопросы до того, как они потом. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Тоже, на самом деле, хочется пожелать вам поменьше обращений, чтобы просто люди в них не нуждались. Но если обращаются, то пусть все разрешается легко и максимально благополучно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была директора Кетербургского центра защиты потребителей Енина Голубева. Друзья, не бойтесь пользоваться своими правами. Ну и не забывайте свои обязанности. При этом, да.